Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Оксана Галаган, и я отвечаю на ваши психологические вопросы. Мне пришел вот такой вопрос. Те парни, которые мне нравятся, не обращают на меня внимания. Поэтому я начала встречаться с парнем, который мне не нравится. Но зато он сам мне предложил встречаться. Он хорошо относится ко мне. Я чувствую, что он меня действительно любит. Но я начинаю сомневаться, сможем ли мы находить общий язык в будущем. Он меня уже раздражает. Что посоветуйте? Ведь говорят, лучше, когда тебя любят, чем когда любишь сама. А я вам отвечу, не верьте вот этой фразе. Как сказал Ларош Фуко, из двух любящих, один любит, а другой позволяет тебя любить. Я вам отвечу фразой из этого же фильма. А что, любить плохо? Ведь быть человеком без любви очень противно. Это переступать через себя. Не стоит выбирать партнера по принципу на безрыбье и рак рыба. Вы потом себе не простите. И не нужно надеяться, что стерпится-слюбится. Не стерпится и не слюбится. Как вы будете себя чувствовать, зная, что вы сделали ошибочный выбор, всю жизнь это осознавая? Не нужно так поступать. Очень часто люди находятся в некомфортных для себя отношениях, потому что боятся остаться в одиночестве. И это тоже неправильно. Ей же поговорка, лучше быть одной, чем с кем попало. Комфортными могут быть отношения только тогда, когда оба любят. Когда оба довольны этими отношениями. Потому что если в паре есть хотя бы один, кому плохо, тогда плохо и второму. В отношениях нужен баланс. Оба должны чувствовать, что они любимы, и оба должны получать удовольствие от того, что они с тем человеком, с которым хотят быть. И вообще, это не только нечестно по отношению к тебе, но нечестно и по отношению к твоему партнеру. Он-то не догадывается о твоих чувствах и планах. Он рассчитывает на будущее, мечтает о будущем с тобой. И как ему будет больно, когда ты все-таки встретишь того человека, который понравится тебе. Поэтому дай честный ответ сама себе и прими честное решение. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы считаете. Если вы согласны, напишите. Если не согласны, тоже напишите.